Всем привет! С вами Игорь. И сегодня нарисовал уже свой тепловой насос. Народный, как я его назвал. Народный, потому что он эффективный, простой, доступный, дешевый, относительно. И легко повторяемый из-за своей простой такой конструкции. Тут я не накрутил всяких много деталей, у меня нет лишнего, так сказать, минимальный набор деталей в тепловом насосе, который я решил поставить. Все остальное мне показалось лишнее и ненужное. Там эти ресиверы, четырехходовые клапана для охлаждения, мне это не надо, поэтому вот что получилось. Итак, начнем. Начнем по кругу. Вот так вот будем двигаться по часовой стрелке по ходу движения фреона. Вот у меня тут стрелочки видно, да? Так вот фреон двигается по часовой стрелке. Начнем с компрессора. Вот наш компрессор. Я его не зря выше всего расположил на рисунке, потому что он и должен стоять немного выше испарителя и конденсатора, чтобы не допустить или исключить даже попадание, перетекание жидкого фреона в компрессор на момент старта. Вот. ТРВ. Вот это здесь. Ну ладно, мы еще до него дойдем. Итак, начнем с компрессора. Вот мой компрессор. И у нас сверху тоже, как вы видите, два манометра тут стоит. Точнее, это даже не манометры, а манометрические коллектора. Я их показывал на видео, у меня есть там, ну как они выглядят в реальной, так сказать. Здесь у меня тройничок, здесь тройничок впаянный. И вот этой трубы, основной идет тоненькая медная капиллярная трубочка, там миллиметровая, к вот этому манометру и к этому манометру. Почему два? Потому что нам надо мерять и давление перед компрессором, и давление после компрессора. Вот. Плюс, почему именно возле компрессора? Потому что так удобно. Например, мы вот сюда вот подключаем баллон заправочный с нашим фреоном к этому выходу. Тут у нас краник, ну тут вход и выход в этом манометрическом коллекторе, ну такой квадратик, вроде как кубик. Краник и манометр, все, больше там ничего нет. То же самое здесь. Сюда, к этому выходу мы подключаем вакууматор. Ну так я делал. Вот. Отсюда я высосал весь вакууматором воздух, системы, компрессоры, испарители, конденсаторы, все. А здесь у меня баллон включен, и я открутил все краники, вакууматор сработал, там я проверил, постояло 2-3 часа, нет ли утечек. Я этот краник, не, сразу я этот краник, как только вакууматор, даже вакууматор еще работал, я этот краник уже перекрыл. Уже, чтобы не допустить назад возврата воздуха. Пока он еще работает, вакууматор, уже сразу перекрываем этот краник, а потом выключаем вакууматор. После этого открываем краник на баллоне, когда вакууматор работает, кстати, этот краник тоже должен быть открытый, чтобы высосать и воздух из этой линии, которая к баллону подходит. Здесь у нас баллон примерно. Открываем краник на баллоне и у нас пошел фреон. Заправляем фреон перед компрессором, идет заправка. Поэтому удобно, не надо ничего не переподключать и все равно вам надо будет два манометра, как ни крути. И заправлять удобно и все это делать. И потом я просто, вот этот краник у меня перекрытый, этот перекрытый, все, утечки никуда нет, манометры работают, я контролирую давление, все нормально. Это как минимум надо два таких манометра, ну больше и не надо. Дальше идем по ходу движения фреона. Вышел вот наш фреон из компрессора, его температура перегретого пара плюс 70, плюс 80 градусов. Вот здесь я написал. Это перегретый фреон, пока он еще не зашел в мой теплоаккумулятор. Вот у меня квадратиком, таким ящиком, это теплоаккумулятор. Зашел он в теплоаккумулятор и там тоже так же само, как и здесь намотана спиралью медная труба. Даже я взял вот так показать ее. На конденсатор у меня вот такая вот медная трубка. По-моему, я уже не помню, 1 четвертая что-то такое размер. Надо будет смотреть, если кого-то заинтересует, могу посмотреть там точно. Ну, вроде 1 четвертая. Здесь у меня их две, они спаренные идут. Трубки параллельно такие, чтобы уменьшить как бы сопротивление гидравлическое. Вот. И они здесь проходят в этом теплоаккумуляторе, вот так вот скручены. Они тут нигде ничего не подвешены, просто у меня сбоку, правда, вот здесь вот вход и выход внизу. Ну, я так просто нарисовал, но у меня сбоку вход и выход. Вот. Этой медной трубы. Вышло... А, еще теплоаккумулятор у меня вот этот тепло, он стоит в доме. Компрессор и все остальное стоит у веранды. У меня вот здесь вот как бы стена. Вот здесь вот разделяет вот эти вот две части. Стена наружная как бы дома. Потому что веранда у меня как пристройка идет. Чтобы его меньше было слышно этот компрессор в доме. Теплоаккумулятор у меня стоит в доме, чтобы потери, если и есть, я ее даже и утеплять не стал. То есть все потери у меня все равно в дом. Он тоже теплоаккумулятор нормально греет дом. Это как бы заменитель одного большого радиатора, я вам скажу. Он нормально такой металлический ящик отдает тепло. Здесь у меня на выходе вода у меня идет, выходит... Вот здесь у меня стоит циркуляционный насос. Он как бы откачивает воду с теплоаккумулятора. И назад, обратка в теплоаккумулятор снизу. Снизу обратка. Вот. То есть теплая вода нагретая примерно до 35 градусов уходит вот сюда. Вот насос ее туда уже гонит по системе. Откачивает с теплоаккумулятора. То есть это у меня уже идет в систему отопления. Это обратка системы отопления. Дальше. Вышла наша медная труба с теплоаккумулятора примерно 27-30 градусов. Даже там, наверное, 30 и нет. Что-то 27-28 градусов. И вот здесь вот синий такой вот линией толстенькой я намаливал. Вот и вот здесь синий, вы уже, наверное, заметили. Это рекуператор. Ну, я вот здесь вот не стал эти две линии соединять, скручивать. Ну, что будет очень сильно тут накручено и мало что понятно. Но я так скажу, вот этот вот рекуператор, это скручен, это у меня. Это просто скрученные сразу после конденсатора у нас вышла труба. Это скрученные где-то 2 метра с вот этой куском трубы. Вот этот кусок трубы скручен с этим. Вот, 2 метра примерно. Этого достаточно, чтобы обеспечить, думаю, 2-2,5 вполне достаточно, чтобы обеспечить теплопередачу и подогрев вот этого фреона. Вот. Это, ну, я их просто вот так вот скрутил медь. Ее не тяжело скрутить. Стяжками потом еще стянул и обмотал утеплители вот этой вот пупыркой. Не пупыркой, а полиэтилен спученный с фольвой такой внутри. Обмотал. То есть рекуператор. Они есть заводские рекуператоры, продаются уже готовые, но они довольно-таки не дешевые. Вот. И плюс это еще там дополнительное место пайки. Вот. Получается, это как бы, ну, чем меньше этих мест пайки, тем лучше, чем меньше. Поэтому я просто взял и скрутил вот эти вот 2 метра с этими 2 метрами. Это после испарителя кусок, после испарителя и до манометра. До манометра. Вот тут тоже идет этот кусок. Я их просто 2 метра от этой трубы и 2 метра этой я просто вместе скрутил, обеспечил там нормальную теплопередачу. Вот. Ну, для чего он нужен вообще рекуператор? И что он делает, какую роль выполняет? Я, наверное, сделаю отдельное видео, чтобы, потому что, если сейчас начну про это рассказывать, это затянется больше, чем на 20 минут, тут хотя бы вот эту схему рассмотреть в одном из следующих видео. Так, вот, вышло у нас с рекуператора, ну, точнее, не вышло, это отдал рекуператор. Ну, там он отдает вот эту участку, ну, буквально, там, градус 2, я не знаю, 3, может, градуса больше. В принципе, больше и не надо. Плюс он еще доохлаждает нас вот эту вот линию. Вот там, у кого плохое охлаждение будет в теплоаккумуляторе, или тут можно даже не в теплоаккумулятор поставить, а просто труба в трубе тоже, конденсатор, такой, как и у меня испаритель, полиэтиленовая труба, так многие делают, прямо снизу испаритель, сверху конденсатор, труба в трубе. Но теплоаккумулятор все-таки лучше, все-таки лучше. Вот, я советую сделать теплоаккумулятор. Это меньше будет у вас стартов в день, если брать, больше его можно использовать, немного больше ночью за счет этого теплоаккумулятора. Вот, ну, там много достаточно плюсов. Итак, вышла у нас эта температура, фреон, отдал он пару градусов в вот эту линию за счет рекуперации теплообмена. Вот это, там, я же говорю, ну, наверное, в следующий раз, да, расскажу, для чего он, что он делает. И пошел он у нас дальше, фильтр. Вот эта деталь тоже нужная. Это одна из тех немногих деталей, которые необходимы в тепловом насосе, и ее этот фильтр-осушитель надо поставить. Вот, как ни крути, как ни экономить, как ни сделать попроще, но все-таки вот эту деталь надо поставить. Это фильтр-осушитель. Фильтр-осушитель советую брать, как бы, переразмеренным. То есть, больше, чем нужно для вашей системы. Во-первых, он дольше проработает, ну, немного будет дороже, конечно, ну, он дольше проработает, дольше сможет накапливать там всякую гадость, муть, которую компрессор будет со временем, он все-таки с годами намелит там немного металла, там всякого, ну, грязи. И оно будет достаточно будет, чтобы оно больше, немножко больше, чтобы оно все там оседало и не циркулировало по системе. Если какая-то влага будет, то он тоже ее задержит от фильтра-осушитель. Немного можно взять ее переразмеренным, больше, чем нужный. На размерчик два там. Дальше вышел у нас фильтр-осушитель Афреон и зашел, у нас стоит дальше по линии смотровое стекло. Ну, смотровое стекло, я тоже думал ставить его, не ставить. Ну, в принципе, и стоит там недорого. Можно китайское взять гривен за 200, там, за 300 смотровое стекло. Там, не обязательно ее брать Данфос, там, или Алко. Правда, вот на фильтре я не советую экономить. Лучше взять Алковский фильтр. Смотровое стекло я взял какое-то китайское. Смотровое стекло вам покажет, есть ли влага в системе. Там такая полосочка есть синяя, которая меняет цвет при наличии влаги. Плюс вы можете следить за качеством фреона, или, точнее сказать, правильной конденсации фреона перед ТРВ. Так что это смотровое стекло, оно, как бы, такую, ну, довольно важную роль. Оно помогает и в заправке правильно заправить систему. Потому что мы не знаем, сколько у нас в самодельном тепловом насосе должно быть. То смотровое стекло, оно поможет вам и правильно заправить, проконтролировать состояние фреона. Вот, ну, такие функции довольно-таки существенные. Я поставил, я и поставил. Дальше у нас идет дальше фреон. Уже температура где-то 25-28, ну, потому что он в рекуператоре там отдал пару градусов. И заходит этот фреон с такой температурой в ТРВ. На ТРВ не советую вообще экономить. Лучше возьмите очень качественное ТРВ, алковское. Оно будет дороже, конечно, но оно будет работать. Ну, что это очень-очень важный узел. Это, наверное, после компрессора самый важный узел теплового насоса. Это ТРВ. ТРВ, тут у него есть еще выносной термобаллон. Я его нарисовал фиолетовым маркером. И его выносной термобаллончик цепляется сразу за испарителем. Сразу, только закончилась труба полиэтиленовая испарителя. И сразу вы его прицепили к медной трубе. Вот, к медной трубе, которая идет уже в компрессор. Термобаллон цепляется только в горизонтальном положении. То есть, вот так вот трасса должна идти. И сверху, сверху на трубе, на трубе. Вот эта труба, например, и вот так вот, как мой палец, это цепляется сверху. Он цепляется, там такая бандажная, как бы, медная шинка идет, лента в комплекте с ТРВ. Чтобы обеспечить хорошую теплопередачу, теплоконтакт медной трубы фреоновой с этим баллоном. Вот, и это его, как бы, ТРВ, глаза и уши, и все вот это вот, вот этот вот термобаллон. Термобаллон, то есть ТРВ надо брать на тот фреон, который у вас будет циркулировать в системе. Ну, например, у меня это R22. Дальше, прошли мы ТРВ, у нас вышел фреон, примерно после ТРВ у меня температура около плюс 3. Вот, то есть в минусы она не заходит, и она и не должна заходить в минуса, вот это важный тоже момент. Около плюс 3. Но тут еще в этом участке, я его просто так длинновато нарисовал, ТРВ должно быть как можно ближе к испарителю. Как можно ближе его вы должны расположить, то есть вот эта вот линия, она не должна быть далеко, там полметра, метр, нет. Это должны какие-то сантиметры, ну максимум 10, у меня получилось 20 сантиметров. Но это не совсем правильно, и как можно надо ближе ТРВ располагать к испарителю. Вот, пошло в испаритель, испаритель это у меня труба в трубе, вот как вы знаете с прошлых видео, может кто-то первый раз смотрит мое видео, у меня там есть как сделать тепловой насос, там все это я рассказываю, наглядно показываю, есть серия видео, самое дешевое отопление, еще куча там других видео про тепловой насос, смотрите их. Вот, вышел у нас этот фреон с ТРВ и заходит в испаритель, ну я уже сказал, что ТРВ надо как можно ближе располагать к испарителю. Испаритель это у меня 25-я полиэтиленовая труба и внутрь просунутая вот эта вот наша магистральная медная труба. После ТРВ у меня уже идет вот такая вот труба, это 3,8 по-моему, если я не путаюсь, я в этих дюймах немного путаюсь, по-моему 3,8, ну вот такая вот трубочка медная идет, а то у меня кусочки пооставались. Это уже у меня идет в испаритель, но я посоветовал бы сейчас, если бы я сейчас делал это все, собирал тепловой насос, я бы поставил две таких трубы в параллель, в параллель, дабы как бы уменьшить гидравлические потери. Вот это вот я немножко неправильно сделал, вот это трубки этой мало как бы, и здесь бы я тоже запаралелил вот этот вот конденсатор. То есть поставить лучше в параллель вот эти две трубы, не цельную, там 28 метров у меня, по-моему, вот этой стоит, а перерезать ее пополам, две запаралелить, и там хватит и скорости для возврата масла, там этого достаточно. Вот, зашел у нас медная наша труба в испаритель, и вот здесь вот уже началось испарение, основное испарение фреона, и теплоотдача воды этому фреону. То есть фреон при испарении забирает тепло у воды. Вот у меня скважина идет вода, то есть вода у меня заходит в насос, вот насос, да, такой кружочек с крестиком, насос, который качает из скважины в другую скважину. И температура идет у меня плюс 11, возвращается плюс 8, это то есть сброс уже как бы отработанной воды в другую скважину. Идет как бы надо делать противотоком, то есть фреон у нас поднимается по этой спирали, вода у нас опускается, тоже по этой же спирали по трубе, то есть в трубе они идут вот так вот, одна напротив другой, то есть фреон сюда, вода напротив, против одну, так вот обеспечивается хорошая теплоотдача, вот, именно надо противотоком делать. О, отдал у нас вода, то есть фреон забрал тепло у воды, нагрелся примерно тут до градусов 10, примерно, вот, и вот здесь вот у нас уже опять мы подошли как раз на выходе из испарителя, сразу мы ставим термобаллон, который ставится, как я уже сказал, на горизонтальный участок трубы, сверху крепится, как можно плотнее, и его еще желательно, кроме всего того, обмотать каким-то утеплителем, чтобы не влияли окружающие температуры, там, в веранде или на улице он у вас будет стоять, или даже в доме, чтобы вот эта окружающая температура воздуха, как можно меньше на него влияла, там, чем-то замотать каким-то утеплителем. Дальше у нас идет рекуператор, опять же, это смотка, скрутка вот этого куска, отрезка с вот этим, я о нем буду позже рассказывать, чтобы не затягивать видео, вот, и опять уже возвращается у нас в этот фреон, ну, вот здесь вот, если примерно до рекуператора у меня где-то около 10 градусов, может, чуть меньше выходит с испарителя, то после рекуператора у меня уже где-то тут, ну, отдает градусов 2, ну, 2-3, наверное, даже и нет, где-то около парочки градусов он все-таки отдает, вот, этот теплообмен происходит между этим и этим участком, вот, дальше фреон опять заходит в компрессор, примерно температурой 11-12 градусов, ну, вышел с испарителя около 10, плюс рекуператор отдал, примерно 11-12, и зашел уже в компрессор, опять он здесь сжался, прошел, и уже опять новый цикл пошел по кругу, опять 70, плюс 70, плюс 80 градусов и так далее, по кругу оно движется, вот такая вот схема, минимум деталей, все просто, вот, все просто, как бы, ничего сложного здесь нет, вот, ну, если что-то забыл сказать, спрашивайте, вот, до следующих видео, всем пока!